Департамент здравоохранения 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 больницы каждые два часа. С тем, чтобы понимать ситуацию в режиме реального времени. Ведь на каждом этаже красная зона эпид-безопасности. У нас уже на сегодня провели проводку на этаже. То есть полностью этаж проведен, проводка. Но мы хотели принимать пациентов на этот этаж для концентраторов. Но мы сейчас получили информацию, что может прийти бригада и проводить проводку потоковый кислород ко всем кроватям на этаже. Это значительно улучшит ситуацию и с концентратором, и с качеством лечения пациентов. В течение недели у нас еще будет 60 точек потокового кислорода. За время открытия больницы, говорят врачи, такого количества кислородных баллонов, которые они используют за день, работая раньше, не использовали даже за месяц. Поэтому организация оказания медицинской помощи коронавирусным больным требовала масштабного переобустройства. Сейчас отмечают, все идет по плану. Мы укомплектованы средствами защиты для медицинского персонала. Средства для дезинфекции точно так же на ближайшее время у нас все есть. Такими стандартными медикаментами, гормонами, антибиотиками на ближайшее время наши пациенты обеспечены полностью. Восьмая больница сейчас работает, как говорится, в чрезвычайном режиме. На лечении здесь находится почти 150 больных. Врачи, не жалея себя, помогают каждому пациенту. Я хочу вам передать огромную благодарность от Терехова Игоря Александровича. Он контролирует все эти вопросы. Он высоко ценит ваш труд, ваш подвиг. Я по-другому это назвать не могу. Мы постараемся все вместе пройти этот путь и сделать это самым достойным образом. Если будут какие-то вопросы, мы будем стараться максимально их решать и делать все, чтобы больница работала нормально, системно и качественно. Главная цель им медиков и руководства города – иметь возможность своевременно оказывать помощь заболевших COVID-19. В работу включились все – специалисты медицинской кафедры. Пересматриваются протоколы лечения с тем, чтобы применить самые эффективные методы, чтобы больные как можно быстрее выздоравливали. Они развернули койки, они обеспечили их концентраторами. Возле койек есть врачи, которые добросовестно остались и работают, невзирая ни на что. Но за эти выходные обращает на себя внимание немножко неправильное поведение харьковчан, которые попадают в ситуацию с ковидом. Имеет место панические атаки, имеет место неуравновешенное поведение родственников. Начинается ненужное отношение с бригадами скорой помощи. Да доверяйте вы бригаде скорой помощи. Если она говорит, что человека не нужно госпитализировать, решите вопрос лечения его в домашних условиях. Наша задача не паниковать, а разумно делать те действия, которые помогут тому, кто заболел и защитят тому, кто еще здоров. Большая просьба ко всем харьковчанам. И еще одна просьба к харьковчанам, с которой обращаются уже неоднократно. Выполнять все противоэпидемические правила. Носить маски, соблюдать дистанцию и стараться избегать больших скоплений людей. А еще вакцинироваться. Анжела Сушко, Ярослав Каноненко, Харьковские известия. Главные новости Харькова. Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.